Спонсор ролика – компания Future Technology, с помощью которой вы можете выгодно инвестировать в блокчейн-технологии, в ER-проекты, криптовалюту и в облачный софт, поскольку здесь собраны лучшие инвестиционные портфели на рынке с полным контролем личных счетов и финансовых гарантий. Для заработка нужно внести стартовый депозит от 100 рублей. Ссылка в описании. Так, что-то аппарат абонента выключен, находится вне зоны доступа сети. Странно и подозрительно. Братану звонил, у нас с ним дело сегодня запланировано в Павловском посаде. Сейчас нахожусь на Курском вокзале, напротив находится Атриум. Ты разбудила во мне давно забытое. Интересно, интересно. Симпатичная девушка, конечно. Да, молодцы ребята, красиво украсили Атриум. На самом деле я приехал немного раньше, чем запланировано было. Сейчас время 8.18, а мы с Витьком договорились, что где-то в 8.25 пересекаемся на Курском. Он скорее всего едет в метро еще. Абонент недоступен. Как-то это, знаете, прохладненько. Плюс 2, ветер. День у нас сегодня 27 октября. 2К18. Ровно год я работаю на последнем месте работы в банке. Годовщина, ёбст. Так, ребята, приехал я в Павловский посад. Моя электричка уже уходит. Дальше. Брата я так и не дождался. Приехал один сюда на дело. Вот. Сейчас нужно встретиться с человеком с одним. Ну, а дальше по накатанной. Павловский посад. Такие пироги. Мне нужен торговый центр в любимый город. Алло, Юлия, здравствуйте еще раз. Смотрите, ну я в Павловском посаде, но не могу найти этот магазин. Ну, я стою напротив. Тут вокзала. Тут остановка автобусная. А, все. Увидел, увидел. Иду. Увидел. Юлию. Надо к ней пойти. Время. 13-го, да? Короче, 12.05. Закончил все дела. Получается, за час. Товарняк проехал, да? У меня электричка через 10 минут обратно на Москву. Распогодилось. Тепло стало. Хорошо. Результатами поездки я доволен. И это самое главное. Павловский посадок. Павловский посадок. Ты никогда не устанешь верить. Я никогда не устанешь гадать. Ты никогда не устанешь верить. Спасибо за внимание. Всем счастливого пути. Вернулся в Москву уже, ребята. Зашел в грабли. Пришло ведь время обеденного перерыва. Пора покушать. Взял себе рис отварной, котлету куриную отварную и кетчуп. Так, по цене, значит, рис отварной 35, котлета куриная паровая 99, кетчуп 13. Итого на 147 рублей. Немного поперчим. Что-то плохо сыпется, зараза. И немного посолим. Приятного мне аппетита. Спасибо граблям за вкусную еду. Наелся. Теперь можно и поработать. Немного. По режиму выходного дня. Идем на работу. Иду домой под звон колоколов, ребята. Холодно. Время почти полвосьмого. Даже церковь сообщает, что пора идти домой, хватит работать. Вот так. Смех на грани истерики. Кошка. Ты что? С ума сходишь? Привет. Здравствуй. Как и знала. Что ты знала? Что ты скармливаешь? Видишь, меня кошка встречает. Ты встречаешь. Спокойствие. Что мутишь? Рискотоль. С чем? С луком. С говном. Что это было? Скажи, морковка, лук, все дела, да? Соль, перчик, специи. Какая молодец. Что там, время сколько? О, время уже, видишь, начало 9-го. Пора раздеваться, наверное, и ужинать, да? Наверное, да. Наверное, да, точно. Этим и займемся. Друзья, был тут у нас в холодильнике супец, давно уже там был. Я решил его сегодня доесть. Вы видите, получилась полная-полная тарелка. Я подумал, что если я буду есть его с хлебом, то я лопну. Но доесть его нужно. Поэтому я и наемся, и напьюсь одновременно. Правильно? Угу. Ольгу не показываю, она сейчас уставшая чуть-чуть. Поэтому приятного мне аппетита. Так день сегодняшний прошел. Сегодня ровно год, как я работаю на последнем месте работы. Прикинь. Я тебе вчера говорил об этом. Вот так. Все. Всем пока. До скорых встреч. Ривидерчи. Друзья, всем привет. Утро доброе. 28 сегодня, да. 28 октября. 2К18. Утро. Иду на работу. Немного пасмурно. Дождя нету. Относительно тепло. Плюс 7 где-то. Ориентировочно. Сегодня у нас воскресенье. Но у меня воскресенье рабочее. Чувствую на весь день там. Работенки нападало. Ой-ой-ой. Пипец, как много. Разбираться нужно совсем. Дабы чуть-чуть облегчить себе понедельник. Вот так. Идем, в общем, разбираться с заявками. Зарабатывать деньги. Пришло, ребята, время воскресного, обеденного перерыва. Зашел в грабли покушать. Взял себе гречку отварную, котлету куриную и кетчуп. Значит, по ценам. Гречка отварная 35, котлета куриная паровая 99, кетчуп 13. Итого на 147 рублей. Поперчим немного и посолим чуть-чуть. Приятного мне аппетита. Ты что такая довольная? А что мне быть не довольной? Не знаю. Тебе борота покрыло синим. А что меня кошка не встречала никогда? Наш, забыла, как ты выглядишь. За два дня. Ты мне расскажи, как это вообще, в воскресенье отдыхать дома. А то я забыл уже. Николайся, 10 часов я был на работе, прикинь. С 10 до 20. И нифига не доделал. Завтра надо будет пораньше выйти. Может, ты все-таки остановишься? Раз уж маховик раскрутился, нельзя его останавливать. Что-то это все прибрало. Какая ты молодец. Ты палачку сделала, да? Да. Что, там осталась селедка еще, нет? Да. Пойдем есть селедку, значит. Есть хочу сейчас селедку прям съем. За голодухи. Сначала уже переоденься. Да, надо. Блин, это же целая банка капусты. Где еще и камни. Привет, Жень. Да что, отбивные, да? Блин, да и себе. Так, это же он подбирал актеров, скорее всего. Ты думаешь, она его нашла, что ли? Как его, Крит, да, завод? Егорка это или нет? Что, Егорка и волосы перекрыли? Я не знаю, ну кто это? Не знаю, какой-то новый. Какой-то новенький, да? Так, ребята. В общем, наш ужин сегодня, воскресный, состоит из отбивных. Видишь, как культурно я режу? И мне, пожалуйста. Также культурно. Квашеная капуста с лучком. Я тут добавил, видите, лучок? Ой, выпала ж с рта. Потом, значит, остатки селедки. Мы селедку три дня делили, прикинь? Конечно, каково дома. Где-то носила два дня. Да? Думаю. Хлебушек беленький, хлебушек черненький, бородинский, кетчуп, яблочки. Там пряники есть. В общем, соль даже есть, прикиньте. Сейчас как начнем трапезничать, да? Ты готова? Я бы все обиженная. Ну, сейчас покушаем и будем смотреть Ивановы-Ивановы. Целых две серии. У нас еще есть целый час в запасе. За это время надо все сделать. И мне пораньше лишь спать. Приятного аппетита. А все сделать это что? Господи, инвестиции, расчеты-подсчеты. Наверное, на YouTube мне не хватит сегодня. Скорее всего, да, я тоже так подумал. Ну, естественно, тоже. Ну, хорошо, покушаем. Сразу будем смотреть Ивановы-Ивановы, а потом подсчет-расчет за неделю, да? Угу. Где без греби там, чтобы там сходился. Правильно? Блин, есть хочу сейчас умру прям. Ты так аппетитно ешь. Как вкусно мне. Хрустишь прям. Как день прошел? У меня сегодня был походе. В квартире? Ну, ты такая не уставшая особо, я смотрю. Голову помыла. Ты хоть покрасила ее, нет? Да. А, ты еще и покрасилась? Угу. Ты же покрасилась, я вправду. Молодец. Ну, не гардинальные изменения. Легкие. Короче, ребята, как прошел мой день, вы в курсе, да? Я работал 10 часов в воскресенье, прикиньте. Сейчас хочу покушать, посмотреть Ивановы-Ивановы, заняться инвестициями, подсчет-расчет и спать. Вот так день сегодня и прошел, 28 октября. Скажи всем пока. Пока. Вот. Я тоже говорю вам пока всем. Всем приятного аппетита. До скорых встреч. Арифетерчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok